Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 ноября и я наконец-то нашла время, чтобы продолжить вот такие вот наши уроки, теоретические, то есть огородную азбуку зимнюю. Как обычно, я зимой сажусь вот за этот стол и начинаю все рассказывать, то о чем летом сказать нет времени. И сейчас, вот смотрите, в названии написано «Проверьте всхожесть своих семян». Я считаю эту тему очень важной и хочу сейчас поговорить на эту тему. Именно какие семена входят в группу риска и какие семена нужно проверить обязательно и проверить заранее, не дожидаясь прям даты реального посева. С одной стороны, ну только что вроде бы кончился сезон 2021 года, но так как страна у нас огромная, большая и вот в южных регионах уже можно сказать через два месяца начнутся посевы. Вот ноябрь и декабрь пройдет, начнется январь и мы начнем реальные посевы. И вместе с южанами начнут посевы те, у кого теплицы хорошо оборудованы, у кого с подогревом. Я вот тоже начну высевать в январе. И поэтому сейчас вот это как раз то самое время, когда нужно поговорить и решить, какие семена мы будем проверять всхожесть заранее, а какие оставим. Пусть лежат и будем их спокойно высевать. Но сначала хочу напомнить, что такое всхожесть. Всхожесть это способность наших семян после какого-то срока хранения, длительного или короткого, способность к прорастанию. Но при создании определенных условий, при повышении влажности, при достаточной влажности, при оптимальной высокой температуре. То есть мы их намочим, поставим в теплое место и они должны прорасти. Так какие из них прорастут, а какие нет. Сейчас будем разбираться. Вот сейчас я расскажу, сколько групп я выделила. Я вот так вот посидела, подумала, посчитала, прям загибала пальцы. Пять групп я выделила, но может быть еще кто-то вспомнит еще, какие нужно обязательно проверить на всхожесть семена. Вы напишите комментарий и поделитесь своим опытом. У вас может быть был случай в жизни, когда старые-старые семена, 10-летние, 12-летние, 15-летние вы замочили и они проросли. А вообще самое первое, конечно, вот если всю эту огромную необъятную тему о всхожести семян разбить на маленькие подпункты, то я выделила по часто задаваемым вопросам вот несколько таких подразделов. Я вот даже выписала здесь. Первое, это сколько лет сохраняю схожесть семена, нужно обязательно обсудить. Потом, какие семена нужно обязательно проверить перед посевом, ну а какие можно не проверять. Потом третье, как проверить схожесть в домашних условиях, то есть какой способ-то выбрать проверки. Потом, что делать, если семена томатов, вот я сегодня буду говорить именно о томатах, потому что огурцы и перцы, у них совсем другая история. И все, что я сегодня скажу вот про томаты, к семенам и к перцам ни в коем случае это не относится. Про длительную сохранность всхожести там еще, ну короче, забудьте сегодня про перцы, про огурцы, только о томатах говорим. Вот что делать, если схожесть низкая, все-таки выбрасывать семена томатов или попробовать посеять. И как высчитать, самое главное, как высчитать количество семян, вот вам нужно, например, 20, у вас 70% схожесть, как нужно высчитать, сколько добавочно добавлять. И последнее, как повысить схожесть томатов, если она все-таки у вас не очень такая. Но я вот в сегодняшнем видеоролике отвечу только на два вопроса, как вы поняли, что это очень, как такая тема, опять же еще раз повторюсь, извиняюсь, многогранная. И как только начнешь один, даже на один вопрос отвечать, там цепляется, а этот случай, а бывают вот такие случаи, а может быть у вас произойдет вот так. Сегодня отвечу на два вопроса, дальше будем продолжать эту тему разговора, зима длинная, в следующий раз, скорее всего, на следующей неделе, потому что тут у нас выходные, и мне некогда будет снимать видео. Самый первый вопрос это, сколько лет сохраняют схожесть семена томатов. Но я хочу вас обрадовать, что томаты у нас являются лидерами вот такими по длительности, сохранности и по способности к прорастанию, даже после нескольких лет. Ну, более 10 лет даже иногда прорастают. Но вот такой срок оптимальный, когда томаты не, когда у томатов не снижается процент схожести, срок называют 5-7 лет. Что это значит? Это значит, что вы томат хоть двухлетние семена, хоть после хранения трех или четырех лет посеете, и они могут показать тот же самый одинаковый процент схожести, то есть он не падает. И вот двухлетние, например, из 10 зайдут 9, и трехлетние, и четырехлетние. А если это ваши домашние семена, и если это сорт томата с крупными семенами, то, возможно, будут сходить 10 из 10 в течение 5 лет. Это еще зависит от размера семечка, но от сорта и от всего. Это дальше будем говорить про условия, в каких условиях лучше всего они зайдут. Вот значит, томаты могут у нас зайти 5-7 лет, вы можете не расстраиваться, они у вас зайдут. Но после пяти лет все-таки рекомендуется, когда им уже 6, когда им уже 7, применять стимуляторы и замачивать их перед посевом. Почему именно так? Ну, потому что, во-первых, конечно, пролежав 5 лет, они высохнут больше, чем другие. Как бы их не упаковывали, все равно они подвергаются, вот если в комнатных условиях, больше высыхают и, конечно, лучше замачивать. Что делать после 7 лет? Вот после 5-7 лет, конечно, нужно обязательно проверять схожесть. Но я напомню вам, что вы, наверное, читаете, может быть, кто-то читает комментарии под моими видео, что есть случаи, когда люди рассказывают, что они находят мамины, даже бабушкины семена где-то в сараях, в гаражах, которым уже 9-10 лет, были случаи даже 12 лет, когда они положили на проращивание, и несколько семян все-таки проросло. Вот, кстати, хочу отступить, небольшое лирическое отступление сделать. В этом году мне подарили семена, прислали красный амбар. Вот в истории этого томата как раз написано, что вот хозяин, который начал продолжать выращивание томатов, он нашел в старом амбаре семечки, которые еще там положили, прибрали их бабушки и дедушки, и он, несколько семян у него проросло, он восстановил этот сорт и начал дальше его выращивать. Вот до чего живучие наши томатные семена. Так, сейчас второй вопрос, какой у нас тут должен быть. А, какие томаты, семена томатов нужно обязательно проверять на всхожесть. Так, ну какие? Из моего вот ответа на первый вопрос, уже многие поняли, что в первую очередь, конечно, нужно проверять на всхожесть те семена, которые достались вам от вашей мамы, от бабушки, может быть, вообще неизвестно от кого, купили дом, там нашли в сарае какие-то семена томатов, и вам хочется попробовать, взойдут, не взойдут. И если их достаточное количество, то эти семена многолетнего хранения, после многолетнего хранения, конечно, в первую очередь нужно проверить на всхожесть. Но опять же скажу, что некоторые проверяют на всхожесть, и они людей удивляют высоким процентом всхожести. Всходят лучше, чем те семена, которые мы покупаем сейчас в магазине, свежие. Вторая группа, но это то же самое, только это я говорила про домашние семена, то же самое про магазинные. Если у вас где-то обнаружилось пачка магазинных семян с просроченным сроком, с давно просроченным, конечно, не нужно рисковать, возлагать на них надежды, нужно сначала проверить, на что они способны, потом уже сеять. Все семена магазинные, которые вы нашли, например, купили несколько лет назад, или купили в этом году специально, вот у меня бывали случаи, когда я вот на этих развалах, на уценках вижу какой-то сорт, который меня очень-очень заинтересовал, но просрочен, глубоко просрочен, на 3-4 года просрочен, я его все равно беру, проверяю всхожесть. Иногда бывает, что всходят даже все семена. Томаты это вообще удивительные такие, хочется сказать, существа, создания, особенно семена томатов, это вообще загадочные такие. Ну, от них можно ожидать все, непредсказуемые. Так, это вторая группа, потом. Так, что у нас в третьей группе, я хотела сказать. Вот, еще требуют проверки обязательные. Вот в прошлом году, в позапрошлом году и 3 года назад я показывала всем, учила новичков, призывала, не покупайте семена в магазине, готовьте сами. Семена самые лучшие, получается, домашние. Но я хочу вас все-таки предостеречь. И вот те, кто занимался заготовкой семян впервые, например, в этом году, первый раз делал свои семена, их тоже нужно проверить на всхожесть. Сейчас объясню, почему. Даже если на вид вам кажется, что они огромные, такие лохматые, велюровые, ну, все, вот как я люблю, такие вот прям, как шершни. Но, когда вы, когда новички занимаются первый раз, очень сложно высчитать время, вот, которое держать нужно, семена вот эти вот в жидком состоянии на ферментации. И многие новички первый год, еще не умея, не умея ориентироваться во всех этих тонкостях, очень часто совершают самую главную ошибку заготовителя семян, передерживают их на ферментации. И томаты, полежав немного вот в теплой, влажной среде, они уже трогаются в рост, то есть пробуждается вот этот росточек и хочет уже выскочить. А в это время человек промывает их и раз на просушку. Иногда вот эти росточки, они еле заметны, и беглым взглядом их даже не видно, но они уже пошли в рост, он уже проснулся, он уже начал выдвигаться. А в это время его присушили, и все, семечка теряет способность еще раз. Ну, короче, засыхает росток. Эта семечка, она будет неполноценна, нежизнеспособна. Так вот я хочу сказать. Это третий пункт. Так, вот четвертый пункт, о чем я хотела бы сказать. Вот видите, как долго отвечаю на один вопрос. Много всяких нюансов. И все это вы должны знать, чтобы быть таким ассом огородным. Четвертый пункт это, если вы в случае крайней нужды, вот бывает, тоже пишут люди, сорт прекрасный, дорогой, там, тяжело добыть его. Вот, не вызрели семена, ой, не вызрели помидоры, ну что делать? Берут некоторые прям с недозрелых. Вот они бурые, а тут уже мороз. Ну, короче, бывают такие ситуации, ситуации бывают разные. Если вы взяли семена в сборах недозревших томатов, тоже желательно их проверить, чтобы потом, я потом расскажу, зачем мы проверяем заранее, почему бы не сразу посеете, все. Их нужно проверить. И нужно проверить те семена, это пятый пункт. Ну, тоже я хотела бы вам посоветовать проверять такие томаты. Бывают ситуации, когда вы живете в районе, где вообще не вызревают на своих кустах. Лето очень короткое, поздно высаживают, теплицы нет, не успевают они вызревать, и люди срывают томаты в зеленом виде, а потом дозаривают дома. Они получаются спелые, прекрасные, красивые. Люди собирают с них семена. Но эти семена я тоже посоветовала бы вам проверить на всхожесть. Ну, прям хоть немножко, хоть штук пять семян. Каждого сорта. Почему? Потому что по своему опыту знаю, что сорта томатов, они даже вот в своем, в томатном сообществе, они все очень разные. Я давно за ними наблюдаю, я о семенах знаю все. Все мои постоянные зрители знают, что я около 10 лет занималась массовым выращиванием рассады, высевала по 30, по 40 томатов. И все из своих заготовленных семян тоже разные приходилось собирать семена. И я вот по сортам уже давно отсортировала. Ну, не отсортировала, а как знаю я это. На собственном опыте убедилась, что некоторые томаты обладают вот такой удивительной, уникальной способностью, что томат, сорванный в зеленом виде, если его положить, и он начинает дозревать, он вместе с процессом дозаривания, у него идет процесс созревания семян. То есть семена, когда в зеленом томате вы сорвали, они были маленькие, такие как пустотелые, но в процессе созревания они увеличиваются, они толстеют, они, короче, приобретают и размер, и вот полноценность приобретают свою. И вот при дозаривании, такие семена, если вы получили, их можно смело высевать, они имеют стопроцентную схожесть. Но в этих же условиях другие сорта, например, если положишь дозревать, томат поспеет, а семечко остается маленьким, недоразвитым и пустотелым, легковесным. Его сразу видно, вот его когда начинаешь выпускать, и если их помещаешь, то они должны полновесные падать на дно, а легкие всплывать. А вот у этих сортов, они все семена всплывают наверх, потому что они легкие, там нет образования зародыша. Почему так получается, я не знаю, но я вас предупреждаю, что какие-то сорта, если вы сняли зелеными, они у вас поспеют, они могут дать полноценные семена, а другие в этих же условиях не дадут ничего, поэтому проверка здесь нужна. Так, что еще я хотела вам сказать? Сейчас скажу. А, ну. Тут я хочу еще раз выделить, подвести итог, потому что из всего вот этого моего многословия нужно выделить. Такие именно семена нужно проверить. Это проверить старые, которые вы много лет выращиваете, домашние. Нужно проверить вторая группа, магазинные с просроченным сроком реализации. Третья группа, если вы новичок, если вы заготовили первый раз семена, лучше подстраховаться, проверить. Потом семена, собранные с бурых, недозрелых томатов, и семена, которые вы получили с томатов, которые дозаривались дома. Это вот немножко разное. То вы собрали там ну, с бурых, с недозрелых сразу, а это вы вроде бы получили спелый, хороший томат дома. И это иногда обманчивое такое впечатление. Вам кажется, что он полноценный, что все в нем хорошо, но дети его неполноценные. Он сам созрел, для еды он годится, для семенного материала нет. Некоторые сорта. Возможно, вам повезет, и все ваши семена будут, ну, жизнеспособными, которые вы собрали, собрали с этого. Так, дальше идем. Проверку всхожести семян лучше провести заранее. За 2-3 недели или даже за месяц до реальных сходов. Почему именно такой срок? Почему вот прям не накануне и не вместе со всеми? Ну, во-первых, вот эти старые, которые долго хранящиеся семена, они сильно пересушены, я еще раз говорю, и у них могут быть вот от забанчивания и до проклевывания быть очень длительный период. Свежие семена могут выскочить за 3 дня. Семена, например, которые похоронили несколько лет и они уже немножко подсохли, они могут 5-7 дней лежать. А вот эти старички, они могут дать вам, ну, как вот этот росток, показать даже через 10 или 12 дней. Так что считайте, 2 недели вы и так будете ждать и проверять, взошли они или нет. И у вас должно быть время вот от этого эксперимента, от проверки всхожести до реальных сходов, ну, хотя бы недели или 10 дней. Для чего? Вдруг у вас нет семян на запас. Вот вы проверили, не всходят эти семена. У вас должно быть время, чтобы где-то найти их замену, чтобы еще раз, например, если вы вот прям перед реальными посевами, короче, чтобы успеть еще раз высеять. Потому что, смотрите, есть некоторые делают, у кого нет теплиц, делают посевы очень поздно для высадки в открытый грунт в поздний период. Например, если у нас в Сибирском регионе высаживают после 10 июня, люди начинают сеять конец марта, начало апреля, середина апреля. Если вы вот такие семена с плохой схожестью посеете в середине апреля, будете ждать 2 недели, это уже начнется май, потом увидите, что они не взошли и окажется, что у вас нечем их заменять, то вы просто упустите срок, у вас не будет время для повторного посева. А повторный посев обязательно будет нужен, если они окажутся у вас полностью невсхожими и непроверенными. Для чего мы проверяем? Для того, чтобы посмотреть, сколько процентов схожесть имеют вот эти семена. Если 90 будет, прекрасно, 80 тоже хорошо, 70 вы уже просто увеличите норму высева, а если 40 или 30, то если эти семена неценные, лучше их вообще не сеять, если уж сорт драгоценный, то конечно, нужно сеять, но вы должны уже предполагать и ожидать, что у вас будет из 10 семян всего 3 росточка. еще что обязательно хотела вам я сказать. А, вот еще я хочу сказать, что я когда начала проверять вот эту схожесть семян, конечно, тогда, когда занималась массовыми посевами. И вот при массовых посевах, если вы хотите, например, начать выращивать рассаду на продажу или там для себя в больших количествах, проверять схожесть обязательно. И лучше всего даже у всех сортов. Потому что, смотрите, когда мы делаем массовые посевы, у нас лоток, вот мы сеем, 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 он должен быть равномерно заполнен, не должно быть вот этих лысых полянок, вот этих пропусков. И вот это как раз нам помогает проверка всхожести делать полноценные равномерные всходы. Если мы видим, что этот сорт уже у нас немножко залежался и всхожесть у него будет маленькая, будем сеять почаще. вот это я как раз хотела напомнить для тех, кто нынче опять некоторые пишут, что я хочу заняться массовым выращиванием, посоветуйте сорта, то другое. Кроме советов о сортов, я хочу посоветовать вам научиться перед посевами примерно за месяц, за три недели проверять схожесть семян для массовых посевов. Так, все, ну вот эта тема у нас сегодня закончена. В следующий раз я продолжу и расскажу вам, как все-таки в домашних условиях можно проверить вот эту всхожесть семян. Расскажу о всхожести о полевой и о лабораторной, о том, как они сильно различаются, но лабораторную всхожесть мы тоже проверяем дома, не в какой-то лаборатории, просто она так называется, потому что в идеальных условиях без земли. И вот насколько эта разница вы должны учитывать, потому что вот эта вот лабораторная проверка всхожести, она вводит в заблуждение новичков, и они полагаясь на нее получают не те результаты, которые хотели бы. Конечно, сейчас этот разговор только теоретически мы начинаем, но я каждый год это делаю и во время просмотра вот этого видео вы увидите, что вам будут выскакивать подсказки, например, как я проверяю всхожесть, как там зачем проверять, как старые семена. Все, что я делала, например, в прошлом году или в позапрошлом году, вы можете посмотреть, как это реально выглядит, сколько иногда вылазит, а иногда и вообще не вылазит из 10 штук 2 штуки. Что я делаю в этом случае? Пока что теорию слушайте, практику смотрите, потому что я начинать буду только в январе, и я боюсь просто, что в январе сразу все это я не успею, чтобы и показать, и рассказать. Я люблю вот так очень подробно, сидя за столом, сначала ознакомить вас с теорией, рассказать для чего, что это не просто так какие-то от нечего делать, делаю я эти движения. Ясно, что все это производственная необходимость для того, чтобы получить богатые урожаи, для того, чтобы не было разочарований, когда вот мы, например, наступает срок посева, ну как у всех, например, пусть там средина марта, когда мы посеем 100 семян, и нам надо 100 семян, а вылезет 80 или 70. Остальные, значит, придется сеять второй раз с опозданием, мы должны все предугадать, мы должны все знать о жизни семян, о их свойствах, что нам от них ожидать, и все это просчитывать и высчитывать заранее. А, и еще расскажу вам в следующий раз о том, что некоторые семена, даже имея 100% схожесть, вот, схожесть у них прекрасная, они все равно не дадут вам дружных, таких быстрых всходов, пока вы не создадите особые условия. Есть и такие семена капризули, это некоторые сорта, это вы тоже должны знать, чтобы не сидеть вот так не смотреть, целый месяц в лоток и ожидать. В прошлом году мне писали многие, ой, ни одно семечко не взошло. Я научу вас, меня научили тоже, но я без этого обходилась, но этот метод я считаю самым таким универсальным, прекрасным. Я научу вас, как вот этих капризуль сеять, чтобы они все всходили, чтобы не было у нас разочарований. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука. Ставьте нам лайки, с лайкушей, подписывайтесь на мой канал, сейчас зимой буду рассказывать очень много интересного и нового для тех, кто только начинает свою вот эту увлекательную огородную историю. Субтитры создавал DimaTorzok